Мы против нацизма. Второй антифашистский конгресс прошел в Минске. Он собрал 30 международных делегаций. Этот форум выступает силой, которая объединила людей разных континентов с одним посылом. Жить нужно в многополярном мире, где уважают и чтят память народов и их суверенитет. Сегодня нацизм, как раковая опухоль, завладела Украиной и нашими западными соседями. Каков он? Путь исцеления. Смотрите новый выпуск по форме с Анной Чешлитош. Если бы моему дедушке сказали, что его внуки и правнуки будут жить во времена возрождения нацизма и фашизма, он бы не пережил этого. Его звали Владимир Бабко, и он прошел всю Великую Отечественную войну. Дошел до Берлина. Умер в 40 лет от болезней, полученных на фронте. И я знаю, что в каждой белорусской семье есть место подобной истории. Славянам эта ненависть передалась генетически. Правда, как показывает время, не всем. Украина и некоторые страны постсоветского пространства захлебнулись в русофобии, в националистических идеях и мнимом расовом превосходстве. Антифашистский конгресс – это наш ответ мировому сообществу на возрождение фашизма и нацизма. Но в первую очередь это наш стратегический вектор развития, закрепленный в Конституции. Это наша идеология государства, которую мы транслируем ежедневно, начиная со школьных парк. Это наш способ объединить вокруг себя страны-единомышленницы, которым также не безразлично ни прошлое, ни будущее своих государств. Во время конференции я вела прямой эфир с места раскопок в Масюковщине. Это очередная яма-могила, обнаруженная нашими военными поисковиками. Там лежат останки военнопленных и мирных граждан, беспощадно убитых фашистским режимом в годы Великой Отечественной войны. Я читала заявления различных западных чиновников, которые утверждают, что в Беларуси геноцида не было. Это какая степень лицемерия, подлости и скудаумия должна быть, чтобы делать такие заявления на своей аудитории. При этом часть планеты закрывает глаза на факты, архивные документы, фото, видео и продолжает твердить – геноцида не было. Вот я – военный журналист, офицер вооруженных сил. Стою на могиле, куда 80 лет назад как мусор сбрасывали сотни трупов и показываю – вот он – геноцид, фашизм, нацизм. Эти кадры есть в интернете. Но западные СМИ не транслируют их. Для них это невыгодная информация. Ведь здесь кроется очень тонкий и важный момент. Популизм западных и американских СМИ сейчас сконцентрирован на событиях на Украине и публике нужно подавать Россию, как современного носителя фашизма и националистических идей. И скрупулезно прятать истинных Муссолини и Гитлера. Ведь украинский фашистский режим – это не навешивание ярлыков, а констатация факта. Давайте разберем несколько его признаков. Первое. Культ действия без мысли. Государство пропагандирует своему обществу действовать, а рассуждения – потом. Мышление подается как слабость. Если бы украинцы сначала думали, а потом делали, у них не было бы майданов. Они не допустили бы разрушения своей экономики и, как следствие, войны. Следующее. Принцип вечного фашизма. Не война ради жизни, а жизнь ради войны. Сегодня любые призывы к миру на Украине рассматриваются как измены. Поэтому воюем до последнего украинца. Третье. В идеологии фашизма героизм – это норм. Его культ тесно связан с культом самопожертвования. Остается вспомнить героям слава, бандеры отец и так далее. И таких признаков много. В Украине присущи все. Да и западные соседи давно уже примерили на себя фашистский облик. Возможно, многие не знают, но в Польше во время принятия присяги военнослужащие вскидывают руку, как это делали в нацистской Германии. Ну а про СС парады в Прибалтике слышали все. К сожалению, закончится это плохо. Это факт. Потому что самостоятельно объявлять себя арийской расой, презирать другие народы и жаждать их уничтожить – это не признак развития нации. Это факт ее деградации и уничтожения. Осталось лишь дождаться развязки на Украине. И это станет еще одним примером в школьных учебниках. Продолжение следует...